Восток дело тонкое Петруха, Восток как сварливая старуха, Восток дело тонкое Петруха, Товарищ Сухов мимо нас не пролетит им уха, Товарищ Сухов мимо нас не пролетит им уха! Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды, и с вами я, его ведущий Олег Бурылов. Последнее время нарастает напряженность между мусульманами и людьми, которые пытаются их высмеивать. Во Франции не так давно один учитель показывал карикатуры своим ученикам и за это поплатился своей жизнью. Затем на юге Франции один мусульманин также убил несколько французов на почве религиозного противостояния. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что карикатуры на пророка Мухаммеда являются выражением свободы слова. Практически все мусульмане мира выразили свой протест президенту Франции Эммануэлю Макрону. Они, кстати, перестали уже торговать. Многие арабские страны перестали покупать французские товары. Ну, также они выражают свое возмущение вот этим фактом. Я считаю лично мое мнение, что карикатуры вообще на любых пророков, неважно какой религии, это является плевком в душу каждого верующего человека. Вот этой религии. Так делать нельзя. Весь мир очень скоро может встать перед выбором. Будет только две возможности, и они будут находиться на одной чаше весов. Либо продолжать проводить эту политику свободы слова в кавычках, но на самом деле это просто откровенное оскорбление верующих людей, либо прекратить вот это издевательство над верующими людьми, и, так скажем, заявить о том, что карикатуры на пророков, неважно какой религии, любой религии мира, являются недопустимыми. Я считаю, что это единственно верный выход. Но политики Франции на данный момент, они встали, я считаю, они выбрали неверный путь, они собираются многих мусульман Франции высылать из страны, всячески их прессинговать. Я считаю, что это неправильно. С другой стороны, в последнее время в России также намечается раскол. В России намечается, ну, как в свое время, в 17-м году, даже в 18-м, своего рода двоевластие. Как в свое время правило временное правительство и большевики одновременно. То же самое примерно происходит сейчас и в России. То есть формально у власти находятся путинисты, но мы уже видим вторую власть. Так называемые чеченцы выходят на главенствующие роли в стране. То есть Рамзан Кадыров, лидер Чеченской республики, позволяет себе высказывать мысли, противоречащие официальной политике Кремля. Он не боится этого делать, он прямо заявляет, что он готов умереть за свою веру, готов распрощаться со своим постом лидера Чеченской республики. Честно говоря, это, конечно, это достойно уважения, если человек готов умереть за свою веру. Тут вопросов не может быть. Но с другой стороны, это говорит о том, что Кремль потерял, так скажем, уважение у чеченцев и в России наступило двое власти. Я несколько дней назад уже слышал, что любой вопрос, серьезный вопрос в России могли решить только два человека. Либо Путин лично, либо Кадыров, Рамзан Кадыров. Только два человека могли решить любой вопрос в стране. Ну, если, конечно, они друг другу не противоречили эти вопросы. И вот, на данный момент я вижу, что это уже на самом деле, это уже реальность. В России наступило двоевластие. Кстати, один, ну, Рамзан Кадыров может являться одним из, так скажем, претендентов на роль правителя России. Но тут возникает другая проблема. Я проводил около полугода назад, или даже больше, соцопрос. И в результате этого соцопроса я понял такую позицию россиян, россияне категорически против того, чтобы нами правили чеченцы. Категорически против. Россияне говорят, кто угодно, только не Рамзан Кадыров. И это является проблемой для лидера Чечни, если он хочет быть правителем России. Ему очень тяжело будет занять этот пост. Я думаю, что невозможно. Он может быть, так скажем, заместителем правителя России. Он может заниматься военными какими-то вопросами, урегулированием ситуаций каких-то различных, напряженных. Он это может, в принципе, как мы это видим, неоднократно уже подтверждалось. Но претендовать на роль лидера России, я считаю, что он не может. А россияне его не примут. Друзья, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу вот этих вот событий. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, или дизлайки, если не понравилось. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.